И идти в то место, в ту среду. И в ту судьбу, которая поистине предназначена тебе. Если ты сегодня здесь, тогда ты человек судьбы. Но не судьба экстрасенсов или гадалок в твоей жизни. И даже если та судьба, которую ты сейчас живешь, но Бог нас создал как человека. Мы Божие творения, которые созданы во Иисусе Христе для добрых дел, которые отец уже давно приготовил для нас. Чтобы мы в них жили. Но мы, как непослушные дети, нам нравится все другое. Только не то, что отец приготовил нам. И молодежи часто говоришь, и они уже говорят, мы уже знаем. Учительница со стажем знает, что ты спрашиваешь у него, а он уже говорит, что я все знаю. Поздравляю тебя, Лилия. Я хочу почитать насчет вещей, которые касаются нашей жизни. Мы все этого желаем. Но часто, когда дело именно до этого доходит, мы говорим, Бог, но насчет этого я лучше знаю. Это касается нашей жизни, нашего благо состояния, наших финансов. Я хочу почитать самую популярную книгу. Малахийс грамата, трещая нодека. Там идет речь о жертве, о том, как возобновить жертву, о возращении. Мы часто говорим о том, что прославление открывает небеса. Но я тебя огорчу. В тот момент, когда мы прославляем, знаешь, если есть дверь, тогда она открывается с обоих сторон. И тогда, когда мы прославляем, и приносим эту жертву своих уст, и это все равно в первую очередь исходит из нас. Тогда по слову, потому что Бог является этим же словом, он не делает так, что говорит одно, а делает другое. И он сказал, что он ищет поклонников. Он ищет поклонников. Он ищет поклонников. Он ищет поклонников. Так, как она умеет, так она и делает, потому что она поклонник, и она желает, чтобы он нашел ее. Бог способен многое изменить, но желаем, ли мы это. Визу, так, чтобы он мог меня найти. И тогда есть вторая вещь, что мы можем открыть небеса. И нам даны особенные ключи. Если мы понимаем и знаем это. Тогда мы сейчас, мы сейчас, как ты, как клаула, мы сказали, что Девы сатрот нас. Мы сзнаваем, куда ты сатрот нас. Мы с тобой славами. Сейчас мы как будто стучимся к Богу, мы говорим, что «Надди нас». Открой. Сегодня, когда мы говорим, что мы говорим, что это очень важная вещь. Я слышала статистику. Что в Библии на счет спасения души написано 215 раз. Пар лукшенам, это 500 раз. А на счет молитвы 500 раз. А на счет жертвы и наше благословение, что стояние на этой земле больше чем 2000 раз. Ну, это специалисты. Это говорят специалисты. Я сама не считала. Но я верю этим людям, которые учат это. Это очень важная вещь. У нас есть нужда на этой земле. И так как мы живем на земле, где так просто при тебе Бога не может царствовать здесь. И есть своя система. Как он властывает здесь. Как он это делает, невзирая на то, что дьявол тоже желает здесь властвовать. И это жертвы. Это жертвы. И сейчас прочитаем, что написано в книге Малахии. Я буду довольно много читать. Но я не хочу, чтобы ты думал, чтобы я это читаю себе. Старайся прислушаться. И сегодня хорошо, что мы переводим. Если ты понимаешь оба языка, тогда это очень хорошо. Это как по слову Божьему, Бог сказал один раз, а человек слышал два раза. И так как мы являемся таким созданием, которое часто много забывает, мы читаем эту книгу, читаем, читаем и читаем. И она нам дает жизнь. Измейнс. Перемена. И перемена к лучшему. Если мы принимаем решение это делать, я слушала одного человека веры, и он сказал интересную вещь. Молитвы бездарбия. Без дел. Ну так как и вера бездарбия. Сказано, что вера бездарбия, она мертва. А у него у самого есть такое сказание, что он говорит сам себе. Молитва бездарбия. Это как просить милостыню. Ничего не делать и хотеть получить. Но человек так создан, что он всегда желает что-то делать. Он может что-то делать. Пока он дышит, он может что-то сделать. И здесь будет о том, Бог желает, чтобы мы возвратились. Мы куда-то уходим. Здесь будет речь о том, что мы все ждем, когда Господь придет. Может быть, ты даже об этом не думал, ты больше думаешь о своей личной жизни. Но Господь идет. И все эти события, которые сейчас происходят в мире, они показывают на то, что это очень близко. И прочитаем. Вот, я посылаю ангелом моего, и он приготовит путь предо мной. И внестатно придет в храм свой Господь, которого вы ищите. И ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Савауф. Ангел завета в латышском переводе этого нет. Это тот, который укрепляет завет. И это плохо, что в латышском переводе этого нет. Потому что завет, это с двух сторон. Диевы свою деруину не когда немаина. Он не когда то не паркапа, он шумер устит сам. Бог он всегда верен, и никогда свою часть завета не нарушает. Да, да. Но человеку нарушает. Мы так храбрые, чтобы переступать. И кто выдержит день при шествии его, и кто устаёт, когда он явится. И как Диевс пац сут, он пац устраусас, как мы, как это все нет. Лайк, когда я сут. Как будто он посылает, но он сам думает о том, как это все произойдет. Парбалдит шоу деруги. Он хочет проверить этот завет. И часто кажется, что мы как будто людей затягиваем в церковь. Но это наша задача, чтобы они услышали Евангелие. Но те, которые уже зашли в церковь, это серьезные люди. Бог дал силу измениться, и он меняет. И он дал нам все, чтобы мы могли держать этот завет. И чтобы мы могли быть верными. И в то же время он заботится о том, что мы можем ли мы... Он говорит, что этот ангелс, он говорит, что это не будет. Он говорит, что это ангелс. расплавляющие и как шелок очищающие. Винч седес и каусес, и дзидринас судрабу, и винч штистис левее бэрнус, и паркаусес, и сядет переплавлять, и очищать серебро, и очищать сынов левее, и переплавлять их как золото, и как серебро. Чтобы принасили жертву Господу в правде. Это означает, что человек, который угоден Господу, он принес жертвы. И мы какое-то время назад говорили насчет Кайна и Абеля. Чем они отличались? Один из них, он был хитрым. Он желал manipулировать отцом, он хотел так, как он хочет, он хотел принести такую жертву, какую он желает. И чтобы все другие делали так же, как он, и чтобы они подчинялись ему. Ну, в то же время, он завидовал. Кайна. Таким был Кайн. И ему не нравился его брат Абеля, потому что он принес то, что было угодно Господу. Сора между братьями была только одна вещь. Кайнам не понравился, что Абеля принес такую жертву, которая была угодно Господу. Из-за этого он был готов Абеля убить, и он это сделал. Он настолько зол был. Я хочу сказать, что отношения именно к нашей церкви, снаружи от людей, которые не знают слова, и не знают, почему мы это делаем, что мы приносим жертвы и десятины. Это не нравится. Они сами не верят Богу. Они Богу ничего не приносят. Они даже одну минутку своей жизни не желают посвятить Богу. Им кажется, что это глупость. Но если это глупость, и я настолько глупа, ну, позволи нам это делать. Какая тебе разница? Пусть те глупцы делают, что делают. Но все-таки, наверное, что-то в этом... Сознание есть, что это так раздражает. Мне все равно. Наши журналисты ходят по барам, где геи, где... Пусть те, кто-то... Если ты почитаешь журнал, кто-то... ...кас яунц... ...эти люди тратят деньги в таком формате, что мне кажется, что это абсолютно глупость. Мне кажется, что они живут как сумасшедшие. Но я же не желаю их убить или как-то по-другому что-то сделать. Пусть они живут, так как они живут. А я живут так, как я хочу жить. Я свободна в этом. Парасты это, кто-то из первой супы не скатит как-то другого. Обычно тот человек, который приносит жертву, он раздражает кого-то другого. Потому что в церкви настоящие верующие... Они должны быть храбрыми. Потому что они сначала сражаются и побеждают свой страх. А потом своей жизнью... Как будто... ...дают вызов другим. Ничего не говорят другим, просто живя. Другому не нравится, что ты не пьешь. Другому не нравится, что ты не куришь. Но это же мой выбор. Правильно? Принести эту жертву и десятину. И желание, что понравится Богу. Это моя воля. И я все время с всей толпой шла по широкой дороге в одну сторону. И мы шоу с Алдой вспоминали. Ну, она такой... Древний человек. И я тоже. И мы вспоминали то время, когда мы жили в молодости. И так же, как... На один Новый год мы танцевали вместе с молодежью. Вспоминали... В 80-е годы. Вспоминали молодости. И в этот Новый год мы смотрели это видео. И чуть не упали со стула. Ну, да, но в то время что мы делали? Мы получали зарплату. Мы получали зарплату. Мы получали зарплату. Я была серьезная мама. Мы были уже два детей. Молодая. У меня было уже два детей. Ну, когда у нас было один, а потом два. Какое время один, потом два. Нопитная севета. Серьезная женщина. Которая очень желает, чтобы семья все получилась. Грибает, чтобы все было в доме. Ну, что происходит в это время в голове? Мы получали зарплату. Тогда мы получали на руку в кассе. Куда мы идем? У нас оба с Раудой рунали. И мы вместе с Раудой вспоминали, что происходило в голове. Мы женщины. Которые упрекали мужей насчет того, что они пьют. Мы шли в тот же магазин, где продавали алкоголь. И мы уже знали, какой ликюр, что нам надо положить в барчик. Значит, первую десятину мы уже отдавали, не доходя до дома. И тогда убивлялись. Почему дома ничего нет? Но, можно сказать, первую десятину мы сразу уже отложили. Интересно, что в то время даже это не ощущали. Я думаю, я предполагаю, что те люди, которые все еще так делают, они приносят своему Богу. То, что ты самая первая отдаешь, о чем ты первая думаешь, куда ты это положишь, это является твоим Богом. И что Бог хочет? Он хочет, чтобы мы возвращались и изменились. И он нам еще дает время. Потому что он говорит, что праведный станет 7 раз по 7. Если ты принял Иисуса своими спасителями, тогда он тебя оправдал. Но ты еще должен быть стопить и упасть на 7 раз. Ты должен быть стопить и упасть на 7 раз. И сегодня мы должны понять, что ты связи между жертвами и возраста. Я думаю, что ты всю бибелью ласишься, что ты очень много видишь веке, В старом заведении все время, если есть какая-то победа, что-то хорошая, тогда принесли жертву и строили жертвенник. И мы только что читали, что придет этот ангел Завета, и он очистит этих сынов Левия, и тогда они принесут жертву. И я сейчас молюсь, чтобы этот ангел, он был здесь, и чтобы он очистил нас. Отчистил нашу разум от неправильных вещей, потому что Бог, он всегда благ, он желает добра нам, все то, что он нам говорит, это все хорошее, если бы мы все это делали, тогда мы будем хорошо жить. Так, да, благоприятно будет Господу жертвы, это означает, что они какое-то время не приносили. Но Бог, он всегда дает время, и он ждет. И он не видит, что у грешника что-то плохое, но он видит, что он изменится. Отгрешенас. И возвращается. У кошки в sealed об области к Сене, Кенн Кором. Тогда благоприятно будет Господу жертвы, Юди, Юрусалима, как они древние и как лета пр Scary. И приду к вам, глясу да. Прилюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ты видишь, почему он хочет, чтобы мы принесли жертву, это не для него, но то, что мы принесли жертву, это включает закон, такой закон, что тогда Бог может прийти, и показать свою власть, может быть, у тех калдунов, которые калдуют на твоей доме. Он может остановить тех, кто пробует попасть в твою доме. Может быть, есть люди, которые идут к тебе, обещают, но они это делают с лукавством. Может быть, что-то из этого очень близко к твоей жизни. Когда ты принесли жертву, ты должен об этом думать, что Бог обещает, что тогда, когда возобновится жертва, он говорит, тогда я приду. Есть моменты, когда он не может прийти. Но есть закон, который просто работает в этом мире. Он не делает ничего нового, а только то, что он уже заведомо поставил. Когда мы покупаем, например, стиральную машинку, у нас есть инструкция, что мы должны делать. Мы же ее там не разбираем. Это Эгил, он может разобрать, чтобы она, например, могла работать, крутиться на другую сторону. Но, конечно, человек просто читает инструкцию, конечно, есть, читает. У меня есть тоже такая привычка, я хочу сначала попробовать и потом прочитать. Ну, так же человек делает со своей жизнью. И тогда в 33 годы я узнала только что это большая, великая мудрасть. Принести жертву, это означает, что ты остановишь эти вещи в своей жизни. Ты принесешь жертву и говоришь, придет Господь, и будет так, как там написано. Потому что, ибо я Господь. Я не изменяюсь, поскольку вы, сына Якова, не уничтожились. Да, чтобы не пропали, чтобы не умерли. Чтобы эти все вещи не сломали. Несет упор. Принесите жертву. Семьи стих. Семьи отцов ваших вы отступили от уставов, моих и не соблюдаете их. Та, ну, отгрезьтесь тега при мне. Обратитесь ко мне. У меня я обращаюсь к вам, говорит Господь Савау. Сказано, что мы должны возвратиться. И тогда только он. И я тоже хочу вернуться. Но есть закон, что он сам так просто не может это сделать. Вы скажите, как нам обратиться? Я читаю, может быть, вы тоже думаете, как это сделать, но он видит нашу мысль и саму же задает этот вопрос. И так далее он говорит, как. Как и почему. Можна ли человеку обрадовать Бога, а вы обрадываете меня? Скажите, чем мы обрадываем тебе? Та человеку обратно спрашивает. И он отвечает. Ар 10-то тезу, не ненотеекти, пенес самим зиедуемем, ябно давал. Десятинною и приношениями. Та мы скрапаем Диеву, и так он говорит, что мы его обрадываем. Потому что это является частью завета. И главная заповедь является любить Господа своего сердца изо всех сил. И это являются теми моментами, как мы показываем эту любовь. Это те дела. Это так же, как муж говорит жене, но я тебя так люблю, ты центр моей жизни. И мне часто кажется, что русские мужчины больше любят женщин. Табе, что у меня тоже муж беларус. Ну, это не кривус, а беларус. Ну, слава. Ну, тоже из славянь. Это то, что я так заметила в женский день в цветочном магазине. Потому что женщинам тоже нравится, что им тоже что-то, так как жертву дарят. Мы тоже иногда себя чувствуем, как сам Бог. И нам кажется, что нам как будто поклонялись у нас тоже такие сдвиги, как у Евы. И нам тоже нравятся подарки, так же как Богу. Мы любим серебро и золото, так же как Господь. Нам нравятся драгоценные камни, так же как Господу. Потому что, как один муж сказал. Это был бискапс из Украины. Андрей Цишенко. Андрей Цишенко. Он говорит, что мы последняя модель, которую создал Бог. Ну, мы очень близки к ним. И нам нравятся эти вещи. И что случается 8 марта? У меня у подруги была цветочная магазина, я там стояла и смотрела, как люди покупают цветы. И нам сказали, что, ну, нам, как полик спути, спаури, неизпаури. И она говорит, наверное, все не продадут, а станутся цветы. Ну, верненько, вербут, петербург не обрадутся у спауру венту, вакаре. Ну, может быть, в пауру венту после обеда надо поехать на рынок. Я спрашиваю, почему так? Ну, потому что там больше русских живут. Ну, и какая же разница? Здесь все-таки центр города. А она говорит, нет. Сейчас ты увидишь. Постой, что со мной рядом. Приходит один парень, русский, такой, чуть-чуть выпивший, торта в руках. Ну, он уже дарит, и нам тоже эти цветы платит. Ну, мы тоже получили цветы. Ну, мы сейчас ставим талак. И я стою дальше. Ну, отмельцы, латвейские верицы. Приходит один латвейский мужчина. И он говорит. Читая таразит, максал? Сколько таразит, что стоит? Ну, евро 50. Ну, евро 50. Ну, евро 50, а два. А, нет. Чего ты... Ну, нет. Это было в эти времена. Так что евро. Это было в эти времена. Так что евро. Потому что 8 марта все еще все происходит. И он спрашивает, нет, может быть, что-то по евро. Ну, может быть, в латах было. И он взял такую маленькую розочку. Ну, он не со своей каролиной. И он поднялся своей каролеве. Куда он очень любит. Да, но... А, нет, наверное, потому что они шаги выпьем. То я не знаю. Но... Латвейши виреши, ви не знаю, татя тенденция. Ну, ну, велики, мне кажется, что они варят греко, потому что они там лилии паком, а иот мая, иот мая, иот греко. Ну... Ну, я не знаю. Я шоку, ты говорила, что, может быть русские борщи... Грещат. Грещат, потому... изкупают раз в год. Ну, в принципе, здесь то же самое. Бог желает, чтобы мы принесли ему жертву, и не потому, что ему от этого лучше станет. Потому что он все равно сам это будет использовать опять для людей. Не едамос упурс, не дедзинамос, не ка-как. Ему на небе не нужна никакая жертва. Но, чтобы работать его закону любви, это нужно. Первым, как там, лето не будет... Венстатся, что это застит, что у нас руки из-защит шитая, как мы... Ну, шитая. Кто-то сказал, у нас руки сделаны таким образом. Не сута шитая, у нас руки. Шитая не сутащит. Ну, что так не сделали, таким образом? Ну, чтобы мы своими руками таким образом могли что-то взять и что-то отдать. Будет хорошо, если бы мы обоими руками так могли делать. И Бог желает нас этому научить. Потому что только мы начнем отдавать, сразу начнут действовать некоторые законы. Ты переступил страха и стресса. Ты снял с себя ответственность, что ты сам все должен сделать. И в тот момент, когда ты от всего сердца искренне жертвуешь, и веришься, что есть Бог на небесах, и эти окна небесные могут открыться. И что там есть все-таки кто-то, который может изменить обстоятельства. Висно теку по-техшам, читая. Тогда и впрямь все происходит иначе. Потому что это происходит по вере. Ты победил свой страх. Ты, наконец, больше не доверяешь всему тому, что происходит на этой земле, что все это тебя спасет. Но ты начинаешь все-таки смотреть на небеса. И ты больше не думаешь о том, как же я завтра выживу. Ты пекшни, я егайся тая ракстов, который говорится, который говорит, что он 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 работает с путинами, он работает, он очень стрессовый, он боится по-техни. Ты вдруг сам попадаешь в Евангелие, где сказано, что взгляни на птицу, разве они сами работают и сами одевают себя? Хотя, с другой стороны, они делают то, что Бог, для чего Бог не создал. И Бог не приходит, сам им в клюву ничего не вставляет. Отец, многие вещи учат, что они должны делать. И они с радостью это делают, едят жучков. Они просто радуют нас. Они просто пеют песни. И я верю, что все это прославляет Господа. Он радует наши глаза. И они живут. А почему мы в таком стрессе? Самый большой стресс должен быть в нашей жизни переступить страх и принести эту жертву. Я слышала статистику. О том, как предприниматели используют этот принцип даяния, чтобы у них был успех в бизнесе. Потому, как только ты начинаешь верить в эти принципы и используешь их, они начинают работать. Те, кока-кола. Например, кока-кола. Нет, кока-кола нет. Это не кока-кола, но Билл Гейтс. Билл Гейтс. Он отдает на благотворительность 99% своей прибыли. Уз лабдарий. На благотворительность. Принципи, он помогает Господу делать то, что может быть кто-то другой не делает. Так же, в принципе, многие другие предприниматели, они не знают этот принцип, они могут быть даже не христиани, но они используют этот принцип. Один предприниматель, который не является христианином, встретил одного христианского предпринимателя. И теперь этот христианский христианин спрашивает этого не христианина. Ну, как у тебя бизнес? Ну, хорошо все. Ну, может быть, тебе надо что-то там улучшить, вести что-то новое. Ну, это христианин говорит нет. Сейчас время кризиса. И у меня уже не остается денег на эти улучшения. Потому что у меня есть одна вещь, которую я не могу не делать. 50% от своей прибыли я регулярно отдаю на благотворительность. И я знаю, что только я это не делаю, так у меня не везет в бизнесе. Но это закон Божий. Кто-то просто поймал этот принцип. Другие просто в каком-то семинаре это узнали. Это один из пунктов успеха, которые преподаются на семинарах бизнеса в Америке. Ну, так как мы страна постсоветская, тогда нам чуть сложнее с этим. Ну, легенда, что это дар. Хотя многие это стараются делать. Поздравляем, кто-то, что помогает нам, потому что мы прославляем Господа за тех, которые есть. И пусть Бог благословит Иву, этого парня, который в Риге, который приезжал, потому что он является мостом к этим предпринимателям. Вскоре он опять нам пришлет что-то. И это возвращение жертвы, ты возвращаешься к Богу. Потому что Бог говорит, когда ты поворачиваешь спину мне, ты сам желаешь все делать. И как же я могу тебе помочь? И, значит, десятина это то, что мы должны обязательно принести. Это является твоей счетой. Тот человек, который приносит десятину, у него есть как крыша. Ага. 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 Забыла, как его звали. И он предприниматель. Теперь он уже вырос. Это был случай в 92-м, 3-м году в Венцвелсе. Я был молодой христианкой, я покаялась в 90-м году 26. ноября. А сейчас у нас были в Универсал-вейкл, а сейчас много-вейкл. Пусть Универсал-вейкл, где сейчас мега, там были маленькие магазины, как Тиргус. Такой, как рынок, маленькие площадки. И он торговал какими-то вещами в Риге, и он открыл такое место, и здесь в Венцвелсе. У жены одна, торговая точка у него другая. Это было что-то уникальное, что происходило. Потому что мы как раз учились на счет десятин. Мы учились, как принасить их. Мы учились принасить десятин. Учились не бояться это делать. И, кто помнит, тогда в то время приходили такие здоровые мужики и предлагали крышу. И за это надо было платить десять процентов, может быть больше, что-то надо было платить. И так, когда мы... И этот брат Айгера, он только что покаялся. Мы не приняли решение, никаким бандитам они ничего не будут давать, они принесут десятину Богу. Потому что Бог, он не даст, что ты даешь бандитам и ему. Потому что он желает, чтобы ты поклонялся только ему. Но там должна быть большая храбрость, именно в этом случае особенно. И приходит один день. Это был просто юмор. Получился как анекдот. Приходят эти люди и говорят, ты должен давать деньги. Если нет, тогда будет плохо. Сколько? Десять процентов. Он говорит, я уже даю. Кам ты дод? Каму? Кам ты дод? Каму ты дод? Потому что это их... Это их сфера. Кам ты дод? Каму ты дод? Ну, так, он сижу. И его жена так наивно говорит Иисусу. Что? Да? Разбираемся. И они... Надо разобраться. И он приходит на молитву и это рассказывает. И не понимает, что происходит. Некого цвета. Недрауде патрик, к кому-то разбираться. Ничего больше не говорили, только то, что надо об этом разобраться. Вилма смеется, потому что знает конец рассказа. Ну, и тогда... И потом... Они больше не приходят и ничего не спрашивают. И позже они узнали. И... У... И... И... Создался такой респект к ним. И... Ну, те, другие додали. Там было много, на всех этажах. Ну, это паторгов. И так далее. А ка звать? В Риге был такой мафиози. У которого была кличка. И сейчас. И теперь эти. И теперь это банды. Савином. Тикшенос по Тирукшезеру. Туда была. Сделали стричь у озера Тирукшезера. У нас отцена то время. Туда была. Малышеведовая Трупница. Туда была. И там была место оздака, которая какое-то время не работала. Потому что там была. Туда была. Туда была. Немчаная. И там кого-то. Застрилили. И в слове Божьем сказанном. Что Бог может. Венединить номер. В. Радить саюку. В этой стороне врага сделать сметение. Ну. И, когда они что-то дарят. И, когда они что-то не дарят. Они погадят. Ассоциации христианских предпринимателей. И он уже все это время много лет предприниматель. Вместе с женой. Ну. Видите, как может получиться. Видите, как может получиться. И тогда он приносил десятину и жертву, и сейчас он продолжает это делать. Ну, если кто-то нападал, не держал свою клятву, тогда его десятины и принасения что-то меняли. И еще один пример. И еще один пример. Где действует приношение десятина. М. 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 Как много помогали этому центру реабилитации. И он христианин. И он христианин. Как ты отошел от десятин, как-то от этих принципов? И примерно два года назад начались большие проблемы. И я там проводила библейский семинар в этом центре. И потом пасты рассказал, что такое дело есть, и надо было помолиться. И мы молимся. И он спрашивал, инесса, говорите тебе что-то Господь? Что у бизнеса ситуация была уже такова, что уже была на стадии ликвидации банкрота. И я говорю, Бог мне говорит, что он должен принести жертву. С тремя нолами. Не знаю, возможно это ли для него, но такое я слышала в молитве. И мы говорим, и он как раз звонит. И теперь этот мацитый Валдис как-то должен это сказать ему. Ну, тебе мне я отнесу упрост. Сказать, ты теперь должен принести мне жертву с тремя нолами. Это был вопрос непростой. Но хорошо, что пасты Валдис, он такой храбрый муж. Мы добыли переводчика, чтобы легче ему это перевести было. И это было сказано, на второй стороне линии тишина наступила. И он принес эту жертву. И он принес эту жертву. Но все все равно катилась вниз. И он ажесточился, был зол на Бога. И у пасты Валдиса было накопление, они хотели в отпуску ехать. Они хотели отдохнуть на свой юбилей. И в Риге у нас была конференция. И теперь приглашаю тех, которые желают пожертвовать. И жертвы были в том, чтобы пришли изменения про рифы. И кто желает этого, чтобы пришли вперед и принесли свою жертву. И тогда пасты Валдис с женой они принесли решение, что они не поедут в этот отдых, который они долго ажидали. Потому что им в жизни не так легко было, чтобы быть пастыром, трех детей воспитывать и еще строить репцентр. Но Бог им обоим говорит насчет этого человека. И они берут эти деньги и принесли как жертву. И какое-то время назад я спрашивала, ну как дела у этого человека? Знаете? У него все восстановилось. И все дела проходят еще намного лучше, как это было до того. Иногда есть вещи, которые делают жертвы. И мы этого не ценим. Нам кажется, что у нас что-то отнимают. И человек не может понять часто, почему другого как-то по-другому идет. И особенно если хорошо идет. Если есть какие-то хорошие вещи. Тогда сразу приходит мысль, ну да, правильным таким путем это никак не достичь. Это так же, как пастыру Валдесу кто-то упрекает, как это у тебя может быть два джипа. Но никто не спрашивает, сколько он жертвовал за чужих людей. Сколько он проводил время в молитве за других людей. И не спрашивает, сколько он машину подарил другим людям. И почему за этих людей, которые живут в репцентре за 15 людей уже много лет, почему он о них заботится? Он мог бы заботиться только о своей семье. Потому что у большинства этих людей нет ничего, что они могли бы дать взамен. Там бывает так, что просто приходят и убегают. Потому что думают, что смогут просто использовать. Что будет как на шутку. И есть второй вариант. Остаются до конца. Есть такие, которые уходят и возвращаются. И возвращаются уже с другим пониманием. И начинают делать иначе. И приходят изменения. И люди становятся полностью свободными. Возвращаются всеми, их жизнь полностью меняется. Есть жертвы, и жертвы имеют силу. Есть десятина, которая является частью завета с Богом. И тот, который хочет быть вместе с Богом, он думает об этом. И я знаю, что у них есть люди, которые 10-ти, у которых 10-ти были 10-ти, а 30-ти, один лат. Ну, но теперь эти суммы полностью нет. Ну, они все ищут 10-ти. Ну, они все ищут 10-ти. Да. Да. Ну, они все ищут. И, как они все ищут. Да. И, как они все ищут. И, как они все ищут. 9-ти. Все, веная. Ну, копы, я не знаю. Проклитиям вы проклитите, потому что вы, весь народ, апклодавайте меня. Попробуйте, чтобы в доме моем было пища. И, хотя бы это, испытайте меня, говорит Господь Саваов. Не открою ли я для вас отверстие небесных и не изолью ли на вас благословение этой избытки. И это тот стих, на котором своем стряхе стоял тогда этот приниматель Абелитис. Он хотел испытать. Потому что все могло по-разному кончиться. И далее. Он говорит, что я подземлю вас, помимо вас, при этом, куканье, на ваших благополитах, чтобы они не използли, чтобы они неизползли, чтобы они неизползли, чтобы они неизползли. Я для вас запрещу пожирающим Истреблять у вас плоды земные И виноградная лоза на поле У вас не лишится плодов своих Говорит Господь Саваоф И все еще Его бизнес Он процветает И эти мафиози Друг друга Не знаю что там случилось Но может быть убили друг друга Не важно Не важно Не надо Сдеваться над такими Светлыми именами Я очень быстро пришлось Познакомиться на настоящем Исусам Не? Лот ауди Ну так Ну ты беигавси педес панц Лай аре всес пагану таву Тас ёус даудзинат Пар святлами мигием Я ёумс пащем бувс Лилу лабуму Наугстас циниз Пилной земей бут Сака тас Кунгс Цебоц И блаженными называть Будут вас все народу Потому что вы будете землею Вожделенную Говорит Господь Саваов Ну тут вето талак И в дальнейшем уже другая тема На счет того что мы отдаем Но потом своими словами Приходят сомнения И мы говорим слова Сомнения Но это мы сегодня не будем читать И это самое главное Что я сегодня хотела сказать Теперь понимаешь ли ты Почему нужна эта десятина Не для Бога самого Но он заботится о детях Он заботится Чтоб ты в сохранности Мог сюда прийти И он мог тебе помочь Тут есть В этом моменте Лито 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 Жертва Она действует Как такой великой закон Принцип Это то что мы строим дом На твердой почве И тогда когда приходит Шторм Тогда этот дом Не разрушается Я хотела еще прочитать Евангелие от Матфея 6 главу Но я больше не буду Мы можем еще сделать Одну слушание Сегодня после перерыва Это совсем интересую Но 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 В sau Ну, я хочу закончить псалмом. 24. псалму. 23. 23. Нет, тут 22, 23. Но 24. Возможно, мы начнем. У тебя 23. У тебя есть. И там сказано. Кас дликс калпт кунга каунал, а у нас ставится святая витая третья панца. Кто зайдет на гору господню, и кто станет на святом месте его. И в дальнейшем ответ. Кам не злодз едзийгас ротас у скайдрас сирт. Тот, у кого руки не повинны и сердце чистая. Кам прауц ненесес уз нийцегам литам, у кого с ар вилту не звере. Кто не клялся душа, а у своју не напрасна и не божился ложна. И, как мы читали, что приходит этот ангел завета, и это очень серьезные вещи. Богу он не даст, чтобы на нем насмехались. Тот, который будет делать это чистым сердцем. И всегда, когда ты берешь жертву в свои руки, тогда тебе всегда есть этот страх, как же ты проживешь. Как бы ты живешь дальше? Гребас весь потик Девам. Хочется понравиться Богу с одной стороны. Гребас быть дроссмейгам. Хочется быть храбрам. А на другой стороне. Радовся эти цифры. У, если ты ираузишь кау-курс, то есть рейтин, если ты где-то видишь все свои... Шита. Да ты великий кау-курс кау-курс, то есть носкатый кау-курс. И видишь тот магазин, в котором ты уже что-то себе присмотрел. Ну, может быть, ты видишь кау-курс 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 кау-курс. Или, может быть, то, что тебе очень нравится, вкусно. Ты уже чувствуешь этот вкус. Ну, тогда ты так груди, чтобы взять руку-курс кау-курс. И тогда уже становится так трудно взять эту жертву. Бежи вен, ну, человеку, базнические, ну, так сказать, ну, как бы базнические ставить, ну, там, сейк-науды. Есть люди, которые стоят... Нет, ну, нет, так сказать, ну, ты при базническом ставишь, когда ты даст сейк-науды. Есть такая поговорка, что ты, наверное, стоял у церкви, что у тебя так много мелочи. Я хочу сказать, что это неправильно, не будь таким. Нет, есть время, когда у тебя просто нету, ты не можешь на чем-то. И тогда с большой храбрстью принеси это, то, что тебе есть, это маленькое. Но ты должен помнить, что сейк-науды, что сейк-науды, потому, кто сейк-науды, Бог дает семя. Поехали, потом сажают, поливают, происходят процессы, в которых ты не присутствующий. И часто ты можешь пожать те плоды, которые ты сам не сейк-науды. Потому, будь храбрым в этом. Потому, что если ты будешь верным сейк-наудовым, тогда Бог обязательно даст тебе это семя, если ты будешь верным сейк-наудовым, потому, что он даст тебе семя, и будет смотреть, куда ты его положишь. Потому, что люди часто есть такие финансовые прорывы, а потом падение. Потому, что Бог дал семя, а он съел его. И все пропало. Наспьет Диеву без вилтус. Значит, приходи к Богу без лукавства. Наспьет Диеву без вилтус. Приходи без лукавства. Время, когда я ответил. В любом вопросе. Здоровье или жертвы. Висплата ты наспьет Диеву, не сфильтейс. Никогда не приходи к Богу с лукавством с сердцем. Велнам, велнам, и таза есть сауку. Криевиз, кто ты лапа, они сакают лукави. Потому, что дьяволы есть хорошая позвище лукави. Велнам, я думаю, как это все, велнам, саисты ар таву дзивнику, как Чулз, как и лапс, и лапс, и саисты. Потому, что я думаю, почему дьяволы сезаватся таким змеей, может быть, надо было с лисой. Вилтигай. Потому, что она, которая хитрая лукавая. Ну, может быть, Чулз, и вилтигай. Ну, может быть, змея и шок, более лукавая. Топ, что ты все дни наицин. То, что ты все дни видишь шодни. Потому, что я тебе сегодня приглашаю все то, что ты сегодня слышал. Возвратись. И, может быть, у Витя новая вещь. Может быть, Бог тебя хочет вести дальше. Может быть, Бог дас понимание, как есть какие-то обстоятельства, которые на тебя давят, и как ты из них можешь выйти. Потому, что мы часто в своей церкви говорим о жертвах, о ключах. Потому, что Божье слово сказано, что это являются ключами. И сказано, ты можешь проверить, не открою ли я окна небесные. То, что часто не могут сделать никакие молитвы. И ты можешь сердиться на Бога. Но, может быть, просто надо принести жертву. И у меня тоже есть сейчас один человек, насчет которого я молюсь. И у него тоже есть проблемы, и непонятно, что происходит. И вчера Бог говорит мне, что он должен принести жертву. И теперь мне надо большую храбрость сказать ему это. Но, пока я еще... Не могу сделать. Я сегодня должна пожертвовать о том, что я должна получить храбрость. Пастыру в этом вопросе очень трудно. потому, что он является тем, который принимает эту жертву. И если Бог говорит, что он еще должен об этом сказать, тогда это трудно. Но я верю. Я считаю, что это человеком паразит Деву что я этому человеку Бог обычно говорит. Потому, что у меня был такой случай, что я тоже не могла сказать этому человеку, и там было большого безвыходного состояния. И я не могу патить, что я отнесу пурс. Я не знаю, но я знаю, что он должен принести эту жертву, но я сказал, что Бог, мне стыдно, я не могу ему это сказать. Потом Бог в этом событии тоже проговорил и на саниту. И я сказала, может быть, ты можешь сказать. И она тоже говорит, нет. Потому, что это неприятно человеку это говорить. И тогда мы маялились, что Бог сам сказал этому человеку. И Дух Святой ответил, этот человек уже знает об этом. И прошло время. И получился разговор с этим человеком. И были какие-то затраты у этого человека. Какие-то хорошие вещи. И я так говорю, может быть, это есть та жертва, которую ты должен был принести. И этот человек говорит, что ты сказала? А какой жертвой ты говоришь? Ну, я говорю, ну, мне, Бог мне говорил, что ты должен принести жертву, но мне было страшно, я этого не сделала. И он мне сказал, что ты за пастор, почему ты этого не сделала? Ты должен мне, тебе надо было это сказать мне. И всякие упреки тому, что были. Но я в конце концов говорю, ну, знаешь, Дух Святой мне сказал, что ты знаешь об этом. И тогда человек начал плакать и сказал, да, я уже знаю это два месяца. Но мне очень не хочется это делать, потому что сумма большая. Но тогда, когда этот человек принес это, после трех дней прояснилось, что происходило. Ну, 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 там, где мы читали это большой список о тех плохих вещах, там Бог принес свой свет. Трис днёх. Триднёх это произошло. Пьерпет пьерпи. Лоп на лоп. Да, так как, таза и таза, таза и нопинанси, как ты тебе теек, лето, а примень свое решение, что это будет твой индивидуальный разговор с небесами. И это серьезно. И что говорит Псалом 22, можем мы его спеть. Расслабителей у нас сегодня стало все меньше. У Эдуарда вчера был день рождения. И 35 лет назад, в пятницу, 13 февраля, родился мальчик в 7 месяцев. И все врачи сказали, что он не будет жить. И он еще чуть-чуть упал в весе. И две недели мне его не показывали. И мне кажется, что в то время я вспомнила молитву своей про бабушки. потому что в среду, где меня поместили, она была ужасной. меня было шесть женщин, которым где-то четыре раза в день принесли их детей. А я своего не видела. И это было большим испытаниям. И это было, что я думаю, что это было, что это было. Он даже не взял его с собой в Ригу. Сказал, что там нет надежды. Только одна акушерка. Только она сказала, знаешь, он поднимется. Мы поднимем его. И он будет человеку большого роста. И разве не правда? Но жаль, что эта женщина, она не верующая. Она была бы пророком. Но она была как ангел. И да, сегодня он большого роста. И слава Господу, что Бог проходил мимо, увидел эти роды, был тот, который перерезал эту... И он был тем, кто поднял его. Но я знаю, что мой сын ни шагу не должен отступить от Господа. Потому что его жизнь зависит от от этого хождения вместе с Богом. Но я хочу, чтобы мы все вместе могли спеть эту песню, что у меня не будет хвата ни в чем. Пой этими словами и принеси свою жертву. Скажи, мне не будет недостатка. Потому что Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой, и я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитиях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды, раппи имени своего. Его. Я еще раз срежу стаигаю тумшой иллой, но не безусловно. Ты ты меня и ты и 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 Спасибо.